МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работать приходится практически вслепую. 700 тысяч цветов планируют посадить на новосибирских клумбах. Город украсят традиционные петуни, бархатцы и новые виды растений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большую часть въездов в Новосибирск в этом году реконструируют по национальному проекту безопасные и качественные автодороги. В результате поток машин на этих участках должен стать более свободным. Гусинобродское шоссе сейчас расширяют с 4 до 6 полос. Здесь проезжую часть обновят полностью. Этим летом полотно заменят на отрезки от улицы Коминтерна, практически до Гусинобродского кладбища. В следующем году до границы города. Продолжит Михаил Якимов. Гусинобродское шоссе реконструируют, не останавливая движение. Теперь здесь расположен Новосибирский автовокзал. К нему нужен удобный подъезд. На оживленной магистрали постоянно открыты две полосы на въезд и на выезд из города. Нагрузка на Гусинобродское шоссе, она очень высокая. Эта дорога пользуется популярностью не только у новосибирцев. Здесь много очень торговых объектов, где ведется оптовая, в том числе торговля. Поэтому здесь очень много гостей, много очень приезжих. Прежде всего, со стороны Кузбасса. Работы на этом участке начали еще в прошлом году. В первую очередь, вынесли от дороги коммуникации. На пересечении с Коминтерна было большое наличие коммуникации. Это сети связи и сети электроснабжения. Также, повторюсь, проложена ливневая канализация. В мае месяце будут работы продолжены по устройству ливневой канализации. Общая протяженность ливневой канализации – километр. Из этого объема работ выполнены 50%. По национальному проекту безопасные и качественные автодороги всегда выполняют комплексный ремонт. Вдоль проезжей части уже установили новые фонари. Скоро построят тротуар и поставят светофоры. Но главное все же именно магистраль. Вот это еще старая дорога. Скоро ее полностью разберут и уложат не только верхний новый слой асфальта, но и полностью все глубиной на метр. А вот это уже две абсолютно новых полосы. Их построили с нуля. Здесь уже практически все готово, но даже сюда добавят еще один верхний слой асфальта. А точнее даже два небольших слоя. Когда полностью закончат строительство двух новых полос дороги, по ним пустят движение. А две другие полосы перекроют и начнут их реконструкцию. Старый асфальт скоро снимут с проезжей части. Будут использовать повторно. Укладываю новую конструкцию дорожной одежды. Это песок, геосинтетический материал, щебень и три слоя асфальтобетона. И как раз вот старую крошку, скажем так, в простонародье, называемый профессиональный асфальтобетонный гранулят, он используется для расклинивания щебеночного основания перед укладкой асфальтобетонных слоев. Реконструкцию этого участка Гусинобродского шоссе должны завершить к первому сентября. Работа идет по графику. Сегодняшний дождь немного притормозил подрядчиков, но на итоговых сроках небольшие задержки не скажутся. Михаил Якимов, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Пляжи Новосибирска готовят к летнему сезону. Сегодня водолазы аварийно-спасательные службы обследовали дно реки в районе Бугринской рощи. Это одно из любимых мест отдыха новосибирцев. Несмотря на запрет властей, здесь в жаркую погоду уже загорали и купались больше тысячи граждан. Что нашли водолазы и почему пока опасно заходить в воду, расскажет Анна Буянова. Старые коряги, острые камни и мусор поднимают со дна реки водолазы на пляже в Бугринской рощи. Такие находки вполне могут стать причиной травмы тех, кто здесь купается. Последние дни людей в этом месте было достаточно много. Предупреждающие об опасности знаки висят, но, по словам администрации, на них не все обращают внимание. СМИ работают, телевидение, все говорят, то есть не ходите на улицу, ну и люди ходят, и ничего с этим не сделаешь. Примерно сколько человек в день вы наблюдали? Порядки тысячи человек точно присутствовали. Отдыхающим в Бугринской рощи на этот раз повезло. Чрезвычайных ситуаций не было. Но на других пляжах и водоемах уже есть погибшие и пострадавшие. Группой отдыхали на юго-западном. Один из них поплыл от берега подальше. И следом за ним второй, к сожалению, плохо плавающий, может быть вообще не умеющий плавать. Спасатели его заметили. Они по берегу добежали, это порядка 80 метров от поста было. Добежали по берегу, вытащили его, извлекли из него воду, которую он там нахлебался. В районе пескобазы было обнаружено тело мужчины. Обследование дна водоемов занимает у водолазов более полутора часов. Находки, по словам спасателей, бывают разные. В прошлом году отсюда вытаскивали автомобильные покрышки. А на Наутилусе нашли мусорный контейнер. Работа сложная, вода мутная, двигаться приходится вслепую. Направление подсказывает напарник, общаются по радиосвязи. Человек на берегу, им, грубо говоря, командует. Куда он идет, куда он следует, что ему делает. А так вот он, грубо говоря, на ощупь производит поиски каких-либо предметов. Потому что у нас видимость практически нулевая, ничего не видно. И только с помощью тактильных ощущений можно что-то найти. Пробы воды и песка на пляже Бугринская роща специалисты возьмут на следующей неделе. Обследуют и другие места для купания. Завершить проверку планируют до 1 июня. Анна Буянова и Сергей Хлопов. Новосибирские новости. На Левом берегу начали забивать первые сваи для будущего платного моста через Обь. На объекте сейчас работают две буровые машины. Строители уверяют, все идет по графику. Даже в условиях пандемии успеют закончить в срок. О том, что предстоит сделать в ближайшее время, Александр Потенихин. Четвертый мост через Обь обретает физические очертания. Строители бурят скважины под первые опоры. Рабочие благоустроили технологические площадки для них и организовали подъезды. Генеральный подрядчик приобрел две буровые машины Бауэр. Производство Германии. Машины запущены в эксплуатацию. На сегодняшний день на опоре 4 выполнено строительство трех буронобивных свай. И вторая машина встала на опору 3. На настоящий момент бурим первую сваю на опоре 3. На стройке задействовали около 50 единиц строительной техники. Использовали уже более 20 тысяч кубометров песка и около 2 тысяч кубометров щебня. Сейчас концессионеру передали больше 90% участков для проведения работ. Это важно, ведь кроме самого моста предстоит еще многое сделать. Также будет приступим к устройству тоннельного путепровода через западно-сибирскую железную дорогу. Устройство начнется автомобильной дороги. Реконструкция путепровода Зыряновский происходит. Также приступим уже к реконструкции площади труда. Тоннель через транссибирскую магистраль построят раньше, но запустят в эксплуатацию вместе с мостом. До конца этого года подрядчик завершит монтаж шести опор. Всего у нас 13 опор в русловой части. Длина свайб от 8,5 в зависимости от геологии до 25 метров. Длина пролетов также колыбится. Здесь будем в наземной части пролетные строения от 72, то именно в водной части порядка 127 метров будет длина пролетных строений. В июне строители приступят к возведению тела опор. В этом году подрядчик начнет готовить и территорию для пилона моста на правом берегу. Концессионное соглашение рассчитано на 20 лет. Ориентировочно проезд по мосту будет стоить 100 рублей. Александр Потенихин и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Еще у 76 человек подтвердили диагноз коронавирусная инфекция. За последние сутки два пациента умерли. Мужчине было 60 лет, женщине 59. В отделениях реанимации сегодня более 70 человек. 18 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. Выписаны 43 жителя Новосибирской области. В России сегодня, как и накануне, меньше 9 тысяч новых случаев. Из них почти у половины нет клинических проявлений. Напомню, в нашем регионе действует масочный режим в транспорте и в магазинах. Соблюдайте дистанцию и меньше контактируйте с другими людьми. С начала года в регионе выявили больше 800 ВИЧ-положительных людей. Среди них 28 детей. Во время пандемии терапию пациенты получают без перебоев. Поставка препаратов никак не связана с ситуацией с коронавирусной инфекцией. У нас, как я уже говорила, будут все препараты. Мы ожидаем поставку по федеральному траншу. Поставлен до конца мая. Мы уже получили ряд препаратов Элпиды и Тавигат. Тавигай. Да? Тавигай. И ожидаем еще один препарат в ближайшие дни. Специальные тест-мобили сейчас не работают. Однако узнать свой ВИЧ-статус на самоизоляции можно. Тест доставят домой. Кроме того, анонимное обследование можно пройти в поликлинике Центра СПИД. Анализ на коронавирус ВИЧ положительным пациентам тоже делают здесь. Сейчас в регионе терапию получают 24 тысячи человек. Однако выявленных пациентов больше. Примерно 7 тысяч жителей региона не встают на учет и не принимают лекарства. Специалисты напоминают, во время пандемии коронавируса это особенно опасно. Конечно, они в особой группе риска будут, в том числе и по ковид. Почему? Потому что снижен иммунитет, а значит и риски возникновения осложнений будут вырастать в разы. Сейчас я хотел бы сделать акцент и обратиться ко всем. Если у вас есть знакомые, друзья, родственники, ВИЧ-позитивные, но которые так и не посещают Центр СПИД, поговорите с ними. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД. Задолженности по имущественному и транспортным налогам. Записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Несколько серьезных возгораний в городских лесах ликвидировали в этом году. В Ренинском районе пламя остановили на подступах к жилым массивам. Весна выдалась жаркой. Как обнаруживают и кто первым вступает в борьбу с огнем в зарослях, узнал Александр Сульдин. Леса Новосибирска под постоянным присмотром. В разных точках города установлены шесть камер во всех крупных зеленых уголках мегаполиса. Картинка с них идет в центр города, в пункт наблюдения. Он расположен на улице Фрунзе. Круговой обзор задачи оператора Виктории – обнаружить дым, определить примерные координаты возгорания по электронной карте. После этого информацию передают на один из двух лесных участков. Там дежурит экипаж на УАЗике. Грузовичок с легкостью превращается в маленькую пожарную машину. Есть топоры с лопатами, бензопилы, чтобы пробиться к пламени по любому бездорожью. Емкость для воды на 700 литров, помпы, огнетушители, чтобы не дать огню распространиться. Или зажигательные аппараты для борьбы с пожаром. Это емкость с горючим составом. Ну, бензин или смесь бензина с маслом. Пожар тушить бензином? Нет, это не пожар тушить. Мини-зона, полоса или дорога. От нее мы производим отжиг с помощью загородного аппарата в сторону встречного огня. Сегодня в Новосибирске дежурят два таких экипажа. Они не просто ждут звонка от оператора, но и сами патрулируют лес. Готовы в любую секунду вступить в битву с огнем. Экипированы как пожарные. Кирзовые сапоги и газодымозащитный комплект. В походном положении он выглядит вот так. А на самом деле в боевом состоянии вот такой вот. Теперь мы готовы к любым неприятностям. Не было такого крупного пожара и, дай бог, его не будет. Потому что все-таки и мы работаем, и спасатели работают, и пожарная часть есть в городе Новосибирске. Крупных пожаров не было, но возгораний достаточно. Большая часть по вине горожан. Поэтому лозунг «Берегите лес» остается актуальным. Александр Сульдин, Денис Савинский. Новосибирские новости. Новосибирские новости в Ютьюбе. Найти просто. Ежедневно по будням свежий выпуск. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все материалы новосибирских новостей в лучшем качестве. Full HD. Новосибирские новости в Ютьюбе. Удобно смотреть. В Новосибирск привезли рассаду для цветочного оформления. Агрономы начали высаживать ее на клумбы. Растения закупили в Волгограде. Большая часть уже цветет. Кроме традиционных геометрических клумб и кашпо вдоль магистрали, в некоторых скверах установят напольные вазоны. На транспортных развязках сейчас отцветают тюльпаны. Ландшафтные композиции здесь заменят в начале июня. Там, где сейчас стоят тюльпаны, мы их не выкапываем. Мы ждем хоть маленько, чтобы они набрали силу. Потом мы их выкапаем где-то после 6 июня. Еще две недели и будут развязки лохматые стоять. Люди интересуются, спрашивают. Ну, вариантов немного. Луковицы должны каким-то образом маленько силу набрать. Потом мы их выкапаем, увезем на дозаривание. И осенью снова посадим. На этом месте будем садить цветы. Поэтому развязки в этом году все будут попозже. Планируют высадить 700 тысяч декоративных растений. Этим летом агрономы экспериментируют с уличными вариантами бегонии, бальзаминами и целозией. Основой цветочного оформления останутся проверенные растения бархатцы, львиный зев, петунии. Оформлять клумбы начали у ГПНТБ в Нарымском сквере на Аллее молодежи у Дома радио. Задача бригады горзеленхоза в Кировском районе – высадить почти 11 тысяч саженцев за два дня. Сорта и расцветки подобрали так, чтобы пик цветения пришелся на день города. И при этом клумба радовала яркими красками весь сезон. Петуния, она вообще выигрышная. Она всегда цветет все лето. Она дает очень много цветоносов, бутонов. Поэтому она цветок отцвел, другой зацвел. И прекрасно также бархатцы. Поэтому вот эти два главных цветка у нас больше всего на клумбах. Еще больше новостей на радио «Городская волна» частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о необычном спектакле, который представит театр «Старый дом». На этом все. До завтра.